МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, все верно? Здравствуйте, Наталья. Еще один наш гость Николай Зайков, директор по правовым и корпоративным вопросам компании Кировские коммунальные системы. Здравствуйте. Здравствуйте. И ожидаемо в нашей студии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области Андрея Вавилова. Он сейчас к нам бежит, бежит, торопится. Это, собственно говоря, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, инициирована как раз Андреем Николаевичем, опаздывающим нашим гостем. Тема касается предприятия общественного питания. Если я верно понимаю, некоторое время назад им начали выписывать штрафы за сбросы отходов коммунальных в сети. Все верно, Татьяна Александровна? Все время, верно, это произошло с 2014 года, не совсем за сбросы, значит, сумма штрафов в основном была за превышение пожара, по нормам пожаров по Кировской области. До 2014 года таких штрафов не было, и с 2014 года каждое предприятие было вынуждено заплатить сумму штрафов от 150 тысяч в год. Хорошо, если это случилось... Извините, это в квартал. В три месяца. В три месяца. Раз в три месяца. Штраф до 150 тысяч в квартал. От 150 тысяч. От 150 тысяч. Много ли таких штрафов было с 2014 года? Да, очень много штрафов. У нас есть конкретные примеры, где за 2015-2016 год, полтора года, у одного предпринимателя столовая, значит, сумма штрафов всего составила более миллиона рублей. Он был вынужден закрыть бизнес, и с октября 2016 года данный бизнес был передан в управление другой организацией. То есть вот эти штрафы, они действительно наносят существенный вред предпринимателям, и непосредственно все предприниматели, например, очень озабочены и думают только о том, как бы обезопасить себя от жиров. Давайте мы сейчас тогда в историю вопроса поглубже погрузимся и поймем, почему были введены подобные нормы в 2014 году. Кто сможет пояснить? Могу, наверное, я и пояснить. На самом деле введены они были с 2013 года, то есть закон о водоснабжении и водоотведении вступил в силу с 1 января 2013 года. Данный закон предусматривает введение двух видов платежей с абонентов. Это плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения, то есть плата за негативное воздействие на сети. И плата за негативное воздействие на окружающую среду посредством сбрасываемых источных вод. То есть вот эти два вида платежей были закреплены этим законом. Мы сейчас говорим про второй вид платежей, который в соответствии с этим же законом и в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации должен устанавливаться субъектом Российской Федерации. Об этом говорит постановление правительства 13.10. То есть законодательство в области водоотведения предусматривает, что ресурсоснабжающая организация, то есть водоканал, который платит плату за негативное воздействие, должен ее возмещать у тех абонентов, которые оказывают негативное воздействие. Либо эти абоненты должны платить, либо должны устанавливать очистные сооружения. То есть в законе прямо прописано, что лица, которые негативно воздействуют на сети и на окружающую среду, должны иметь очистные сооружения. Одну секундочку, Николай Иванович. Значит, компания Кировской коммунальной системы с 2014 года, согласно закону, вот такие платы производила? Мы производили анализы сточных вод у абонентов и на основании методики, утвержденной либо постановлением Российской Федерации, либо постановлением Кировской области, производили расчет платы. Вы предъявляли организациям и предприятиям, которые нарушали обозначенные нормы, какие-то там счета выставляли. А сами пока ничего не платили? Нет, мы, само собой, платим. Вы платите уже за негативное воздействие? Вне зависимости от того, собрали мы плату с предприятия или нет, мы платим в федеральный бюджет, в местный бюджет, мы платим плату за негативное воздействие. Так, значит, Кировские коммунальные системы платят за негативное воздействие на окружающую среду, а дальше вы должны были возмещать эту плату, предъявляя требования предприятиям, которые нарушают закон? В целом, да. И что происходило? Вот вы выписывали эти штрафы с 2014 года, предприятия должны были платить, все ли платили, каков процент неоплаты штрафов? Точный процент неоплаты сказать не могу, то есть абсолютно не все предприятия платят, некоторые предприятия, в том числе общепита, закрывают фирму, переводят с одного юридического лица на другое, бросают, так называя фирму. То есть они предприятия не закрывают, а просто перегистрируют на другое юридическое лицо? Такие случаи тоже есть. А зачем они это делают? Ведь следующее юридическое лицо тоже, получается, нарушает закон, и им тоже требования будут выставляться? Да, но предыдущие долги, он уже, по долгам предыдущего предприятия, он уже не отвечает, то есть эти долги списываются. И каждый год, таким образом, предприятие может уходить от вот таких выплат? Ну, в рамках действующего законодательства, да, они могут так делать. И такие случаи есть. Я не говорю, что все предприятия такие, я как бы не акцентирую на это внимание, но такие случаи есть. Вот, а Татьяна Александровна говорит, что те предприятия, которые, в общем, добросовестные, не перерегистрируют, не уходят от платы, но не могут нести такую вот непосильную для себя ношу, просто закрываются и бизнес прекращается. Вы привели один пример. Их сколько? Ну, примеры есть. Я, конечно, конкретно по предприятиям говорить не буду. Но акты, которые выставляет ККС, они действительно жесткие и суммы штрафов большие. Суммы штрафов, вот данные, привели к тому, чтобы каждое предприятие устанавливали на своем предприятии жироуловители. То есть это дополнительные, конечно, расходы на предприятия, но они сейчас практически во всех предприятиях стоят. Кроме того, на предприятии ложится еще такая обязанность, как очистка жироуловителей. Это определенная организация. В целом предприятие платит... Одна на регион? Нет, организации разные, выбираются организации, да. Но представители ККС рекомендуют, конечно, свою организацию для очистки жироуловителей, которая стоит гораздо дороже, чем, допустим, какие-то конкуренты. Николай Иванович, вы имеете на это право рекомендовать какую-то организацию? В данном случае, как бы, коллега не совсем, наверное, корректно говорит. То есть таких организаций действительно я знаю более десятка. А что это за организации? Вот они имеют какую-то лицензию. Нет, это не лицензируемый вид деятельности, то есть они там занимаются очисткой. То есть это обычная хозяйственная деятельность. Действительно много организаций, которые могут это делать. Понятно, что, как любая организация, которая пытается продать свою услугу, мы предлагаем оказывать эти услуги самостоятельно. Но именно в рекомендательной форме. И абонент имеет право выбрать любую организацию, которая есть в Кировской области. Тогда, Татьяна Александровна, вот это сейчас звучало просто как претензия или как констатация факта? Это действительно так и есть. Когда, допустим, заключается договор уже с организацией ККС по очистке жиров, конечно, там показатели уменьшаются по жирам. Это действительно так тоже есть. У меня, как бы, многие данные. Поясните. То есть, когда предприятие заключает просто на очистку жиров, да? С любой организацией, которая может очистить. Вы понимаете, у нас показатели по жирам в нашей Кировской области, показатель разнится в 125 раз, нежели по всей федеральным, другим областям. Что это значит? То есть, у нас уменьшен показатель по жирам в 125 раз меньше. Он жестче становится. Он жестче, чем в других регионах. Поэтому нам, показателям, как для общепита, такой показатель в норму провести очень-очень сложно. Это нам надо... Секунду. В 125 раз это не в 2 раза, не в 3 раза. Это какая-то запредельная цифра. Кто установил этот показатель? Это было постановление Кировской области, которое... Правительство Кировской области. Конкретно. Нет, можно я скорее... Да, Ольга Васильевна. Значит, это нормативы сброса по веществам, которые разрешено сбрасывать в городскую систему канализации. Они конкретно по городу Кирова установлены распоряжением администрации города Кирова номер 906. И это только полномочия органов местного соуправления. Почему они установлены были жестче? То есть в то время, когда они устанавливались, была соответствующая методика. И, скажем так, эти нормативы рассчитывались в ККС, в организации ККС в городе Кирове. Они проверялись экспертным сообществом. И на тот момент, когда они устанавливались, было принято решение, что такие нормативы соответствуют. Но это было до выхода, до изменения федерального законодательства, до 2014 года. И до 2014 года у нас, скажем так, больших скандалов или больших каких-то нареканий со стороны предприятий области не поступало по той ситуации, по тому порядку, который существовал. Но когда изменилась федеральная законодательство, и на федеральном уровне приняли новое правило, регулирующее вопросы ввода и отведения. И на федеральном уровне было установлено, что норматив сброса конкретно по обсуждаемому веществу жиры, он составляет столько-то миллиграмм на литр, 50, по-моему, миллиграмм на литр. То есть на федеральном уровне сделали меньше? Да, но они его установили, они же чем-то его тоже обосновывали. При этом на региональном уровне со стороны органов местного соуправления, в частности администрации города Кирова, этот норматив не был откорректирован. И три года предприятия, насколько мне известно, они бились с администрацией города Кирова, с ККСом бились. То есть чтобы этот норматив снизить, обосновываясь тем, что на сегодняшний день наши очистные сооружения, которые существуют и работают в городе Кирове, они вполне самодостаточны, работают, и они могут обеспечить очистку от этих жиров. Очистные сооружения, которые принадлежат, которые обслуживают ККС. Да, которые принадлежат городу Кирову, муниципальной собственности и обслуживающей организации ККС. Но, тем не менее, эта ситуация за прошедшие три года не изменилась. Как был норматив жестче в 125 раз, он так и остался. Мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд, после чего продолжим обсуждение ужесточения требований к предприятиям общепита в городе Кирове. Предоставим слово пришедшему сейчас уже Андрею Вавилову, полномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской области. У нас прямой эфир 211-101. Вы можете подключаться к нашему эфиру буквально через несколько секунд. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Светлана Занько по-прежнему с вами в студии. И с вами в студии наши гости. Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Он подошел. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Напоминаю, что также с нами Николай Зайков, директор по правовым и корпоративным вопросам компании Кировской коммунальной системы. Ольга Женихова, заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области. И Татьяна Кайгородцева, председатель союза рестораторов Кировской области. Мы говорим о проблеме, которая стоит сейчас перед предприятиями, кировскими предприятиями общепита. Речь идет о достаточно весомых для них платежах за сбросы жиров. Акто есть для некоторых неподъемных абсолютно. Да, в систему водоотведения. И я должна сказать, что у нас к нашему эфиру есть опрос. Он размещен на нашем сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Опрос звучит следующим образом. Сфера общепита в Кирове в целом развита. И четыре варианта ответа. Отлично, хорошо, плохо и крайне плохо. Вот я смотрю варианты ответа на нашем сайте ВКонтакте. Там, значит, самый популярный ответ. Все-таки 57 почти процентов. Хорошо. Развита сфера общепита. Ну, то есть, наверное, надо как-то поддерживать эту историю, да, и ненавешивать какие-то просто неподъемные платежи. На сайте хакирова.ру 46% говорят, хорошо, развита, отлично, 38%, то есть очень высокий процент. Кировчане довольны тем, как представлен общепит. Но вот общепиту, как выяснилось некоторым предприятиям, грозит практически закрытие. И такие примеры уже Татьяна Александровна Кайгородцева привела, что неподъемные штрафы за вот эти пресловутые жиры, которые уходят вместе со стоками в кировские коммунальные системы. И вся причина, оказывается, как пояснила Ольга Васильевна Женихова, заключается в том, что в 2014 году, мы сейчас говорим о муниципалитете Кировском, да, Кировская городская администрация не привела нормы по жирам в соответствии с федеральным законодательством. Я бы сейчас, я хотела передать Андрею Николаевичу слово, но все-таки надо, чтобы Николай Иванович, представляющий кировские коммунальные системы, пояснил, а почему так произошло, почему не пересмотрели нормы. И в результате чего вот сейчас, как нам сказали, в 150 раз, в 125 раз превышает нормативы по сбросу жиров в городе Кирове, нормативы, которые установила федерация. Спасибо, да, что предоставили право пояснить по этому поводу. На самом деле, вот с позиции кировских коммунальных систем, на самом деле, это не совсем так. То есть, вернее, совсем не так. Вот это 906-е постановление распоряжения главы администрации города Кирова в 2014 году оспаривалось природоохранной прокуратурой. То есть, этот нормативный правоакт оспаривался в суде. В суде было установлено, что после вступления в силу закона о водоснабжении и водоотведении, то есть, на которое ссылаются коллеги, якобы которому нужно привести этот акт, это 906-е постановление соответствует новому законодательству. То есть, в удовлетворении требований прокуратуры природоохранной было отказано. То есть, этот нормативный правоакт уже оспаривался. Уже оспаривался по тем же самым основаниям, о котором сейчас говорят коллеги. Этот вопрос уже рассмотрен. Я правильно понимаю причину того, что суд не удовлетворил требования природоохранной прокуратуры? Прокуратура является то, что в законодательстве заложено, что муниципалитеты вправе сами устанавливать норму. Да, они устанавливают эту норму самостоятельно и устанавливают ее в каждом муниципалитете, исходя из работы отчетных сооружений конкретного муниципального образования. То есть, эти нормы 906-го, как правильно говорят коллеги, они были расчетны. И сейчас они расчетны. И они рассчитываются в соответствии с той же методикой, которая действует в настоящее время. Ну, тогда простой совершенно вопрос. Требования, вопросы предпринимателей понятны. Они хотят, чтобы эти нормы были снижены? Эти нормы были снижены. Позиция кировских коммунальных систем, эти нормы возможно снизить или абсолютно невозможно, учитывая состояние чистых сооружений ККС? Позиция ККС, с которой, собственно говоря, сегодня сюда пришел. То есть, вопросы, связанные с качеством сточных вод, безусловно, нужно, поскольку они затрагивают большой круг абонентов, нужно обсуждать с соответствующим сообществом и водоканалов. То есть, не только, ведь речь идет о кировских коммунальных системах. В городе Кирове еще есть, как минимум, два водоканала. Это Навятский водоканал, Алингасово и Зворечной части. То есть, как минимум, еще три водоканала существуют, которые пользуются этим распоряжением. И вообще, это законодательство областное, то есть, постановление 1.6 регулирует деятельность всех водоканалов Кировской области. Поэтому нужно обсуждать этот вопрос с сообществом водоканалов и сообществом предпринимателей совместно. И вопрос о том, можно ли снизить или нельзя снизить показатели качества сточных вод, установленных 906-м, в первую очередь, нужно решать совместно с научным сообществом. То есть, приглашать тех, кто проектировал отечественное сооружение. Мы не единожды предлагали приглашать на такие встречи хотя бы кафедру экологии Вятского государственного университета. То есть, это те люди, которые профессионально занимаются разработкой технологий для очистки сточных вод. И, исходя из их данных, исходя из их расчетов, на основании наших данных по мониторингу, то есть, у нас есть мониторинг, мы знаем, что нам приходит, мы знаем, как работает, можно уже рассматривать вопросы снижения об изменении качества. Логично сейчас передать слово все-таки Ольге Васильевне. Раз уж речь зашла о специалистах в сфере экологии, то, может быть, вы поясните, вот ККС здесь справедливо в своей позиции? Ну, я тоже позволю себе не согласиться с позицией ККС в этой ситуации, потому что здесь все очень неоднозначно. То, что касается жиров, вот конкретный пример. Да, я полностью тут это не оспариваю, что у нас природоохранная прокуратура проиграла суд, и вот это оспариваемое распоряжение администрации города Кирова, оно осталось действовать. Тем не менее, на сегодняшний день получается какая ситуация? Вот то, с чего мы начали разговаривать, что в 2014 году, когда изменилось федеральное законодательство, и было сказано, что у нас предприятия теперь должны вместо одной платы, которую они вносили этой организации за услуги по водоотведению, они должны платить две платы, так называемая плата за воздействие на систему канализации, вторая плата, как ее называют, за негативное воздействие на окружающую среду. С точки зрения норм закона, в первой редакции этого закона, когда он был принят, все было очень логично прописано, как это должно работать. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, о которой Николай Иванович сказал, которая была введена законом, предусматривалась, что она будет взиматься только с предприятий, у которых объем стоков составляет более 200 кубов в сутки, это первое. Второе, эта плата должна поступать не организацией ККС, а в бюджет и администраторам этой платы была федеральная структура обозначена, Росприроднадзор. Далее, когда, я так понимаю, что было проанализировано действия этого закона, наверное, начались первые нарекания о том, что внедрив две платы, то есть предприятие, оно платило условно рубль, да, а с принятием этого закона сказали, вы должны платить теперь два рубля. То есть они говорят, так почему, я что сбрасывал, я то и сбрасываю. То есть у меня были установлены вот эти вот оспариваемые нормативы муниципальным органам, почему я теперь должен платить два рубля? Ему никто это объяснить не мог. Закрываются только законом о том, что закон сказал две платы. То есть после, там, сколько времени прошло сейчас, затрудняюсь сказать, ну, полгода условно, да, и на федеральном уровне президентом России, с учетом того, что все предпринимательское сообщество поднялось, здесь не только ведь СМП, субъекты малого предпринимательства, предприятия общепита, там ведь задействованы и крупные промышленные предприятия, вся промышленность, не только Кировской области, но и в целом по всей стране. И президентом был введен мораторий на эту плату. Все эти нормы закона, которые подразумевали внесение платы за негативно воздействие на окружающую среду, которая вот именно законом введена была, на нее был наложен мораторий. То есть и она на сегодняшний день не действует. То есть нет этой сплаты, в принципе, как она урегулирована законом. И далее начались разъяснительные письма, что до снятия этого моратория, который до 1 января 2019 года действует, вы продолжаете работать по региональным документам, то есть которые вам, регионам, позволено устанавливать свой порядок платы за сброс загрязняющих веществ системы канализации населенных пунктов. У вас есть эти документы, вот то, что у нас было, и все платили по ним. И вы продолжаете по ним работать. Мы продолжали по ним работать. Но негатив со стороны всех хозяйствующих субъектов различного уровня, различных форм собственности, мелких, крупных, он все время нарастал. Вот как я сегодня уже услышала, вплоть до того, что мелкий бизнес закрывается. И у нас, по-моему, в 2015 году была создана рабочая группа в правительстве области, когда вот жестко уже встал вопрос, было большое обращение предприятий города Кирова в адрес губернатора, то есть по урегулированию данного вопроса. Тогда была в правительстве создана рабочая группа, чтобы как-то урегулировать этот вопрос. Два года мы разбирались с этой ситуацией, мы пытались урегулировать, кто прав, кто виноват. То есть на сегодняшний день мы пришли к выводу, то есть на уровне правительства области мы пришли к выводу, что вот оспариваемое постановление правительства области 1.6, о котором сегодня тоже уже Николай Иванович упоминал, оно все-таки, его нужно признавать утратившим силой. То есть оно по всем своим нормам не соответствует требованиям федерального законодательства. То есть на основании этих данных этот документ был отменен. Кроме этого, у нас и был протест и областной прокуратуры Кировской области, и природоохранной прокуратуры на данный документ. То есть и мы, не мы его лично, а правительство Кировской области, соответственно, приняло документ, подготовленный Министерством строительства, ЖКХ Кировской области по его отмене. То, что касается норм теперь, и о том, о чем говорит тоже Николай Иванович, жиры. На сегодняшний день в стоках кировских коммунальных систем, которые они сбрасывают в реку Вятку, жиров нет. И конкретно организации, которая осуществляет загрязнение окружающей среды, загрязнение реки Вятки, и все стоки от города она принимает, очищает и сбрасывает, жиров нет. И жиры на сегодняшний день с позиции охраны окружающей среды и экологии, они не нормируются. Нет такого показателя загрязняющего, нет такого вещества загрязняющего, на котором были установлены нормы сброса водный объект. А при этом у предприятий, почему все говорят, у ККС на выходе жиров нет, платы за жиры они не вносят. О какой плате, в принципе, может быть речь. И о предприятиях говорят, а вы платите. При этом не идут, не делают шаг навстречу этим же предприятиям, которые изначально сказали, вы установите эту норму на уровне федеральной нормы, о чем, в принципе, как природоохранная прокуратура, они, да, пошли по пути оспаривания этого документа, но их требования были удовлетворены, надо сказать, частично. В целом не оспорили документ, вот устанавливающий нормативы сбросов в систему канализации, но отрегулировали нормы, которые, как бы, отдельные, вернее, показатели отрегулировали, которые, скажем так, не соответствовали федеральной норме, были выше. Сказали, ниже может быть, выше нельзя. Этим, да, сегодня ККС пользуется. Но когда предприятие было предложено, или они просили, мы, потому что мы эти вопросы, обращения тоже рассматривали, сказали, вы нам установите на уровне федеральной нормы, мы готовы платить, если мы ее принимаем. Нам разрешили сбрасывать 50 миллиграмм на литр. При этом, ну, была оппозиция жесткая, нет. Я понимаю, что... Чья оппозиция, Ольга Васильевна? Организации, которые принимают эти стоки и чистят, организации кировских коммунальных систем. При этом вся область, она ведь молчала, все предприятия водоканалы кировские, они молчали. То есть у нас на сегодняшний день скандалы... Давайте называть вещи своими именами. Скандал, он идет именно на территории города Кирова. То есть кроме крупных промышленных предприятий поднялся уже малый бизнес, в частности. Одну секундочку, нам сейчас нужно будет прерваться на короткую рекламу. А что это значит? Область молчит, а в Кирове, значит, идет какая-то борьба. Что, в других муниципалитетах другая норма установлена по сбросу? Она приближена к федеральной норме? Ну, как уже было сказано, что каждый муниципальный орган, у которого есть отчизные сооружения, то есть они нормативы самостоятельно устанавливают. И они установлены разные. Существенно ниже, чем в городе Кирове? Существенно, скажем так, выше, чем в городе Кирове с точки зрения приближенной к федеральным нормативам. А таких у нас, значит, установлено порядков на территории области только в крупных городах, и то не во всех. У нас пять городов областного подчинения. У нас установлены эти нормативы в четырех только муниципальных образованиях. Все остальные отчистные сооружения, их у нас 79, вернее, 160, ну да, около 160, нормативы не установлены. Они не взымают эту плату, то, что сегодня взымается на уровне ККС. Сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально полторы минуты, и мы снова в студии. Эфир продолжается, Андрей Николаевич, до без 15.12. Я вам сообщаю, вы только что интересовались. Я таким образом передаю слово Андрею Вавилову, полномочен по защите прав предпринимателей в Кировской области. Что происходит? Почему за несколько лет кировские коммунальные системы, администрацию города Кира, потому что это еще одна сторона процесса, и представители предприятий общепита не смогли договориться? По моей информации, по обращению предпринимателей, поближе к микрофону. Их много лет никто не трогал. По информации ККС, что требования давно было, но не трогали, и поэтому предприниматели привыкли не мерить эти жиры, не отчитываться, естественно, и не платить никогда никуда. Но в тот момент, видимо, когда совсем-семь плохо стало ККС, значит, я все-таки решила воспользоваться ситуацией. Когда наступил этот момент? У меня обращений... Когда начались первые обращения? Ну вот массовые какие? У нее есть в общественной организации много массовых обращений. У меня, как агунсменом, всего пара обращений было. Один в Кирове, один в Кирово-Чепецке. Первый ты раз когда был, Андрей Николаевич? Ну, примерно хотя бы. Полгода назад, да. Мы ездили в администрацию Кирово-Чепецка, там пригласили ВД-канал, потом прокуратура выставила какое-то предписание или требование, и там тема закрылась сама собой. И там была маленькая гостиница, которой там всем раз что-то перенасчитали. Поэтому вот у меня, как агунсмен, обращение единичное, и мы никогда не били в колокола. Когда разговариваешь с Николаем Зайковым, совершенно здравые мысли, но получается, что вот вместе-то вот так. Каждый говорит всё правильно, и Департамент экологии, и предпринимательство, и Николай Иванович. И мы вот вместе так, чтобы сесть и договориться о чём-либо, куда же всё-таки идём, не получалось. И поэтому наша-то сегодня задача сейчас, мы рассобрались, и вот там не хватает звена там мэрии, надо тоже их пригласить в круг общения, сесть и договориться, куда мы идём действительно. Идём или не идём. Потому что действительно там малый бизнес отбирать, на самом деле для ВД-канала это копейки. И все, кто ко мне обратили, всем шли навстречу, это переносили, говорили, ну вы единственное, что там сдавайте отчёты по стокам, которые они обязаны делать, но никогда не делали, потому что никто не требовал. Я даже, значит, с Центром гигиены и педагоги договорился, что если они будут это делать там раз в квартал, или как договорятся с ВД-каналом, насколько это часто надо делать, там какую-то цену разумную сделают. Для предприятий малого и среднего бизнеса. Да, для предприятий малого бизнеса. Там вот Татьяна, как от ресторатора, там условно проговорит, вот если такой-то объём работ, понимаете, что за оптсигра можно скидку делать. Но мы ни разу вот так не садились. Каждый своём, значит, тут обида, тут обида, тут не договор. Понятно, что для ККС это хоть какие-то, но деньги. Я вообще в деньги не имею права лезть, как амбудсмен, то есть это B2B. Подписали договор, проложено там отчёт сдавать по выбросам, но не сдаёшь, значит, тебе все в раз залепили. То есть вот тут вот как бы процесс-то, он, мне кажется, что идёт процесс отладки. Конечно, там есть проблемы с крупными предприятиями. Долго идёт, Андрей Николаевич. В процессе этой отладки начинают вылетать предприятия общепита. Как долго продлится процесс отладки? Всё от нас зависит. Вот сейчас мы собрались в первый раз, давайте ещё раз соберёмся, пригласим мэрию, всё-таки, может, уже за второй раз всё решим. Потому что откладывать действительно... Прямо тут подпишем. Прямо тут подпишем. Но всё равно должны быть юристы, наверное, да, то есть всё грамотно должно быть юристы и так далее, и так далее, и так далее. Но именно я считаю, что произошло то, что договоре написано, но никогда никто никто не спрашивал. Тут караул грабят. Ну так я-то с этой точки... Если вы так обозначаете... Может, кто-то по-другому расскажет. Нет, Андрей Николаевич, если вы так обозначаете позицию, то это явная вина предприятия общепита. Потому что кто им мешал сдавать все необходимые документы. Я, может, где-то не прав, вы меня поправьте. Сейчас, да. Да, смотрите. Очевидна совершенно ситуация, что в сложные времена финансовые, которые наступили уже достаточно давно, а сейчас, понятное дело, усугубляется, каждый пытается наполнить свою казну законными методами. То есть когда-то позиция была более ослаблена, да, отпускали. Более мягкая. Более мягкая, да. Сейчас более жесткая. Но мы видим, что эта жесткая позиция начинает сказываться на малом бизнесе. Остается не так много времени, поэтому коротко каждый высказывается. Ольга Васильевна... Нет, все-таки Татьяна Александровна. Микрофончик надо только передать. Татьяна Александровна, какое количество, давайте конкретно по городу Кирову, какое количество предприятий сейчас находится в ситуации такой вот пограничной? То есть для них это действительно очень критично, они не могут платить. Я думаю, что все одиночные предприятия, которые не сети, да, сети в основном, они более платежеспособные, им сложно заплатить такие суммы штрафов. А штрафы, они действительно большие. Ну вот все штрафы выходят за превышение жиров. Поэтому... Одиночных предприятий сколько? Мы такой анализ точно не проводили. Хорошо бы знать, потому что нужно понять, какое количество предприятий не тянут эту оплату. Я думаю, что более 20 предприятий точно. 20 предприятий. Мы можем собрать эту информацию. Нужно информацию четко представлять себе, да, где-то 20 предприятий. Дальше. Вот сейчас вот как раз Ольга Васильевна, потому что вы говорите, что кроме малого бизнеса, вот этих маленьких предприятий, ситуация в итоге будет сказываться и уже сказывается и на среднем, и на крупном бизнесе. И если проблема не будет решена, то она, это уже будет не на уровне небольшой столовой, которая там закрывается и все, да, а ситуация будет усугубляться. Так я правильно вас поняла? Все правильно. И тогда там ваш рецепт. Что необходимо сделать буквально в ближайшие сроки и как нужно решить ситуацию, на ваш взгляд, на взгляд специалиста-эксперта? Понятно. Значит, по поводу, что нужно сделать. В принципе, на федеральном уровне уже вышел в конце августа закон федеральный, который все расставил, как бы все точки над «и». Четко прописаны нормы, которые, вот то, что мы сегодня говорили, вот эта вот плата за сброс системы канализации с учетом воздействия на окружающую среду, она будет устанавливаться, регулироваться федеральным законом и федеральными правилами. Но это опять норма будет работать только с 1 января 2019 года. По поводу того, как нам жить оставшиеся полтора года, ну уже год считай, да, сентябрь плюс 4 месяца, ну год условно, да, то есть 18-й. Что нужно делать? Тут я соглашусь с Андреем Николаевичем позиции, да, ну давайте садиться еще раз договариваться. То есть получается такая ситуация, что 1.6 правительство области отменяет постановление правительства, которое установило эту плату. Эта позиция не устраивает водоканалы, и в частности от самого крупнейшего их представителя, это Кировские коммунальные системы. Как только мы, но при этом, когда этот нормативный акт действовал, это не устраивало предприятия, которые эту плату платили в соответствии с этим постановлением. На вопрос, сколько таких предприятий, могу ответить, что в 2015 году, вот когда это все началось, в конце 2015 года было обращение в адрес предыдущего правительства от имени, ну там порядка 17 крупных предприятий области подписалось, и в конце, буквально, вернее, в текущем году, уже в 2017 году, также было продублировано обращение в адрес уже действующего правительства и главы региона о том, что доколе это будет продолжаться, идет, что мы платим непомерные деньги и принимайте меры по вот этому 1.6. То есть позиция, что оно сегодня противоречит федеральному законодательству. Мы с этим отчасти согласны, и сегодня вот эту ситуацию мы отстаиваем на всех уровнях. Николай Иванович, в случае, если все-таки будет отменена вот эта норма, или будет платить в соответствии с федеральной установленной нормой, что теряет кировские коммунальные системы? Насколько это для вас критично? Вопрос о концентрации жиров в сточных водах, он сводится к возможности очистки качественно сточных вод. То есть мы представляли заключение соответствующих научных, соответствующих ученых, которые занимаются этими вопросами, что количество жиров прямым образом влияет на качество очистки стоков. То есть создается некая пленка на очистных сооружениях, и хуже очищаются сточные воды. Соответственно, все затраты больше, затраты возрастают на очистку. Увеличиваются и затраты на очистку, увеличивается и негативное воздействие, и увеличивается плата за негативное воздействие, которую мы платим. Поэтому вопрос о нормировании жиров, он как бы стоит в области научной. То есть это не меньше экономическое, больше научный вопрос. Вот тут вот, кстати, Андрей Николаевич, еще одна сторона, которую Николай Иванович постоянно упоминает, это вот не только муниципалитеты, не только правительство Кировской области, администрации ККС, а научная среда приводилась в пример кафедры экологии, химии, например, в БУЗа. Да, я про них же говорю, то есть Вятский государственный университет. То есть третийский судья такой должен быть, научное сообщество. То есть вопрос, нужно нормировать или не нужно нормировать, он находится в области технической. То есть не правовой, не экономической, даже не законодательной. Это вопрос технический. Соответственно, и задавать его в первую очередь нужно специалистам, которые имеют соответствующее познание в этой области. Правильно я понимаю, вы ссылаетесь на наших специалистов, на научных деятелей, потому что федеральные нормы, они такие средние по палате, а здесь вы хотите, чтобы именно ваши очистные сооружения, например, исследовали и в применении вашим очистным сооружениям устанавливали какие-то нормы, или что? В целом, да. То есть еще раз расставлю акцент. Постановление правительства Российской Федерации регулирует негативное воздействие на сети. Так как сети во всей Российской Федерации одинаковые, поэтому правительство Российской Федерации установило эту норму. То есть в сети везде одинаковые. А вот очистные сооружения в каждом муниципалитете разные. То есть, поэтому федеральное правительство делегировало эту норму субъектам Российской Федерации и органам местного самоправления. Хорошо, скажите, в целом кто-то может сказать, администрация сейчас как-то задумывается над этим? Вы выходили, Андрей Николаевич, на администрацию города Кирова, на муниципалитет? Пока еще нет, но... Да, но все, мы завершаем программу, поэтому вот этой программой мы выходим на администрацию города Кирова, на научное сообщество. Мы думаем, что круглый стол, мы надеемся, соберется в ближайшее время. Все позиции будут выслушаны. Мне кажется, у каждого из вас есть некое конструктивное предложение, и настало время договориться. Благодарим наших гостей. Андрей Вавилов, полномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Ольга Женихова, заместитель Министерства охраны окружающей среды Кировской области. Николай Зайков, директор по правовым и корпоративным вопросам компании Кировской коммунальной системы. Татьяна Кайгородцева, председатель Союза рестораторов Кировской области. Не прощаемся и вернемся в начале следующего часа.